Здравствуйте! Нет никаких сомнений, что блюдо, которое мы будем сегодня готовить, придумал человек, который очень любит рыбу и очень любит котлету по-киевски. Итак, готовим рыбную котлету по-киевски. В мисочку кладём 5 столовых ложек измельчённой зелени петрушки и натираем туда 100 граммов сыра. Перемешиваем. Рыбное филе без кожи и костей слегка отбиваем плоской частью молотка для мяса. На середину отбитого филе выкладываем 2 столовые ложки начинки сыра с зеленью и сверху кладём кусочек сливочного масла массой в 10 граммов. Можно сделать рыбную котлету по-киевски и с другими начинками по вашему вкусу. Сворачиваем филе в виде котлеты и закалываем деревянными зубочистками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 2-3 яйца присаливаем и хорошо размешиваем. В муку добавляем соль и перец и тоже хорошо размешиваем. Приступаем к жарке рыбной котлеты по-киевски. Панируем котлету в муке. Затем обмакиваем в яйцо. И панируем в сухарях. Ещё раз обмакиваем в яйцо. И снова панируем в сухарях. Жарим котлеты по-киевски из рыбы в глубокой сковороде в большом количестве растительного масла на умеренном огне с двух сторон до румяной корочки. Приблизительно 5 минут с каждой стороны. Готовые котлеты подаем на общем блюде. Или порционно. С зелёным горошком, картошкой и свежими овощами. Котлета по-киевски из филе рыбы это очень вкусное блюдо. Но в оригинале котлету по-киевски делают из куриного филе на косточке. Классический рецепт знаменитой на весь мир котлеты по-киевски вы найдёте на нашем сайте www.videokulinary.ru или по-русски www.videokulinaria.rf в разделе «Вторые блюда». Вдохновение вам! Удачи! И приятного аппетита! Вдохновение вам! Субтитры подогнал «Симон»